Ветераны обсудили с группой колпашевцев реализацию проекта благоустройства сквера на улице Горького. Встреча прошла в районном совете ветеранов 9 августа. Напомним, по инициативе ветеранов-авиаторов на территории будущего общественного пространства должен появиться памятный мемориал «Вертолет» в память о действовавшем на территории города колпашевском авиапредприятии. Некоторые горожане высказали недовольство по поводу создания сквера на улице Горького из-за необходимости расчистить площадь под будущий объект и срубить часть растущих здесь берез. Инициаторы проекта решили пригласить на собрание Совета ветеранов граждан, которых волнует проблема вырубки деревьев. На встрече присутствовал и заместитель главы городского поселения Андрей Чуков. Председатель районного совета ветеранов Анатолий Рыболов рассказал участникам дискуссии об одном из направлений деятельности Совета – увековечивания памяти о ветеранах войны, местных предприятиях и организациях, которые оказали большое влияние на жизнь нашего города. Анатолий Рыболов отчитался перед присутствующими об итогах проделанной работы. Он подчеркнул, что ветераны принимают активное участие в жизни колпашевского района и вносят свои предложения, в том числе по благоустройству города. В 2018 году по инициативе актива ветеранских организаций и жителей Колпашева было внесено предложение создать в городе аллею трудовой славы. Объект предусматривает установку памятников крупным колпашевским организациям, в том числе сферы авиации, речного судоходства, лесной промышленности. Предполагалось установить у памятников информационные стенды с историей каждого предприятия. Пандемия приостановила работы по реализации инициатив. Ряд ветеранских организаций не смогли приобрести арт-объекты для создания мемориалов. Однако это удалось сделать ветеранам авиации. Ими был приобретён вертолёт Ми-8 с богатой историей, о котором мы рассказывали ранее в одном из сюжетов. Своими силами ветераны подготовили макет вертолёта для установки мемориала. В период пандемии в Совете ветеранов Колпашевского района состоялись два круглых стола по обсуждению проекта «Вертолёт». Его установку организаторы планировали приурочить к столетию гражданской авиации, которая отрасль отметит в феврале 2023 года. По поводу реализации проекта проводились встречи и в городской администрации, с депутатами районной думы и городского совета. Участниками дискуссии были предложены многочисленные варианты места для установки мемориала Колпашевским авиатором. Для определения наиболее подходящей территории была привлечена специализированная организация, которая разработала проектное решение. Им занималась компания «Архпроект-сервис». Наиболее подходящий для расположения объекта был признан земельный участок по адресу Максима Горького-2. На разработку проекта из районного и городского бюджетов были выделены 180 тысяч рублей. Поддержали проект и областные депутаты, подчеркнул Анатолий Рыболов. Нас поддержали не только словом, но и они поддержали делом. Так, депутат Галимов из своего фонда выделил 100 тысяч рублей. Депутат Перелыгин выделил 100 тысяч, областной депутат 100 тысяч. Куприянец Александр Борисович 183 тысячи. И 262 тысячи собрано ветеранами авиапредприятия для работы, именно для покраски, для обдирки, покраски вот этого вертолёта. Кроме того, решением районной думы был предоставлен межбюджетный трансфер на первый этап благоустройства памятного мемориала на улице Горького в размере 2 миллионов рублей. Срок их целевого использования истекает 26 декабря текущего года. На сегодняшний день проделан большой объём работы, подчеркнул Анатолий Рыболов. Он отметил, что встреча с группой недовольных горожан призвана проинформировать о подготовке к реализации проекта, обсудить возникающие вопросы и прийти к общему решению. Свою позицию присутствующим высказала местная жительница Полина Демидович. По её мнению, молодых людей волнует, как выглядит их город. При этом они поддерживают инициативу установки мемориала «Вертолёт». Однако считают, что для этого следует выбрать другое место. Нам, конечно же, понятно, что очень важно сохранить память тех предприятий, судеб, людей, которые прожили здесь всю жизнь, живут до сих пор, трудились на благо города и области в том числе. Потому что в Советском Союзе, в прошлой эпохе, назовём это так, конечно, Колпашево было легендарным городом. И, к сожалению, нам, молодым людям, осталось от этой легендарности совсем немного. Просто какие-то крупицы, остатки, руины и так далее. Поэтому мы тоже, как никто другой, понимаем, как важно помнить и чтить тех людей и те события и вещи, которые когда-то здесь происходили. Поэтому здесь хочется отметить, что мы не против вертолёта, конечно же, и установки, и мемориального комплекса, который бы связал вообще все предприятия города. Мы сомневаемся насчёт места установки этого вертолёта. Среди основных причин не устанавливать на территории мемориал вертолёт Полина Демидович назвала «вырубка части берёзовой рощи». Ситуацию с выбором местоположения объекта благоустройства прокомментировал заместитель главы городского поселения Андрей Чуков. Он подчеркнул, что места обустройства всегда выбираются сообща, а благоустройство в городе ведётся по форме и правилам формирования комфортной городской среды. Они основываются на трёх главных факторах. Это безопасность, актуальность и удобство. То есть проектом должны быть предусмотрены безопасные материалы, удобные архитектурные и инженерные решения, а также востребованность территории гражданами. Мы делаем места такие отдыха, где люди будут собираться, где становится точка притяжения людей, где старшее поколение может встретиться, молодые могут провести время, где будет всем удобно. В связи с этим, при формировании территории по вертолёту, с ветерановым мы выбирали именно такое место, чтобы этот макет, чтобы эта территория памяти авиаторов, нынче 100 лет авиаотрясли и 90 лет авиаотряда, чтобы этот монумент и как легендарный вертолёт не был заброшен на задворках города. Он был лицом, въездным знаком и дополняющим архитектурный ансамбль города. Сегодня существует стратегия развития, это пешеходный, так называемый, бульвар с начальной точкой въездного знака и заканчивающейся точкой пристани. Объединяющий маршрут коммунистическая, сейчас это Белинская, Кирова 28 и уходим на парк. Это всё единое такое звено сообщающихся благоустройств. Поэтому самый главный выбор этой территории был в том, чтобы именно люди могли, а пристань летом это самое популярное место, чтобы люди могли именно приходить на это место. Она объединена с другой территорией с аллеей влюблённых. Соответственно, это могло бы быть как история изучения этого маршрута, этой территории, с историей этого вертолёта. Белогоразведки приходили к нам со своим проектом на эту же территорию, в дальнейшее развитие. Поэтому в этом была актуальность этого места. Мы ещё прорабатывали вопрос к тому, кто говорил о том, что почему именно здесь. Да, привязки как таковой нет, но если бы вы знали, что пролёт вертолёта на свои объекты с аэропорта Колпашево, как правило, на север, проходил именно по этой линии. Ряд территорий, которые были предложены во время встречи группой граждан для возможного размещения там мемориала «Вертолёт», не могут рассматриваться в качестве вариантов из-за отсутствия права муниципального образования устанавливать там какие-либо объекты. Андрей Чуков подчеркнул, что при благоустройстве территории ведётся такое мероприятие, как компенсационная подсадка. При вырубке растительности высаживается новое. Участники встречи провели бурную дискуссию, изучили проектную документацию, рассмотрели ряд предложений. Замглавы городского поселения пояснил, что аукцион на выполнение работ по первому этапу проекта, то есть по установке на территории по адресу Горького-2, уже заключён. Однако старт работы отложен до согласования позиций территории. Объект благоустройства имеет целевое назначение адресной – Максима Горького-2. Нигде ином в месте он реализоваться пока не может. Соответственно, если будет принято решение на другом месте, эти средства будут возвращены в бюджет района. А в следующий раз уже это будет от возможности бюджета. И если деньги в бюджете будут, соответственно, будет реализация этого проекта. Сегодня параллельно идёт мероприятие... И не в том. Сегодня параллельно идёт мероприятие исключительно по освоению средств инициативной группой авиаторов и средств депутатов на покраску и нанесение специальной символики и логотипов на вертолёт. Это будет сегодня сделано специальной рабочей бригадой и так далее. Тем не менее, на эту территорию также дополнительно... В том году мы закупили за средств бюджета 6 видеокамер для системы безопасности, для установки. И поэтому, в принципе, вот эта работа ведалась поэтапно. Эти деньги выдавал Фриновский. Фриновский. Александр Николаевич уходил. Он сказал, если будет вертолёт, я деньги на камеру дам. Он дал деньги, мы их купили. Сегодня просто ждём момент, когда это будет оформлено и установка дополнительных таких работ. В завершение встречи Андрей Чуков сообщил, что городской администрации было принято решение провести опрос населения. Колпашевцы смогут высказаться за или против размещения проекта благоустройства «Вертолёт» по адресу Горького, 2. Андрей Чуков пояснил, что в случае, если население большинством голосов проголосует за размещение объекта на территории, его реализация будет продолжена. Если большинство выскажется против, проект будет закрыт. Опрос населения пройдёт на официальном сайте администрации Колпашевского городского поселения, а также с помощью урн, которые будут установлены в холле городской администрации по адресу улицы Победы, 5 и в помещении Совета ветеранов на улице Льва Толстого, 14. О сроках проведения опроса будет сообщено дополнительно через местные средства массовой информации.